Открытие новой детской площадки в одном из дворов Старого Востока прошло весело и громко. Подарок маленьким жителям улицы Московской, 336, дробь 1, сделала компания «Санта Бремор». Слова благодарности и торжественный момент перерезания красной ленты произошло. Современный спортивный игровой комплекс открыт. Это все для вас! Деточка на память. Спасибо! Дети отреагировали на открытие детской площадки искренне, не скрывая восторга. Яркие качели, горки и карусели, а также спортивный инвентарь теперь будет радовать не только маленьких жителей двора, но и их родителей. Каждый сможет с пользой провести время. Идея создания такого проекта принадлежит генеральному директору группы компании «Санта» Александру Машенскому, который свои юные годы провел в этом дворе. Это действительно родной двор, и заехав сюда, я увидел там старые выбивалки, увидел двор, на самом деле запущенный. И я вспомнил те времена, когда здесь были живые детские голоса, когда тут реально двор кипел, что называется. Ну и я верю в то, что можно что-то изменить, если чего-то захочется. Ну и слава Богу, что для этого у меня есть возможности. И с этой точки зрения, то есть я рад тому, что получилось, и что фактически двор снова ожил, и я надеюсь, что тем самым мы даем возможность, скажем так, начать вторую жизнь дому, ну и тем самым порадовать и обитателей этого двора. И вторая задача, потому что проехав как бы по району, это привлечь в принципе внимание властей и людей к старым микрорайонам, к старому востоку. У каждого человека есть двор, где он провел свои детские годы и с которым связаны самые теплые воспоминания. Александр Машенский не стал исключением, о своем родном дворе он помнит. Доказательством этому стала инициатива создания спортивно-игрового комплекса. Говорить о пользе и плюсах новой детской площадки не приходится. Окинув ее взглядом, понимаешь, сделано на совесть. Все продумано до мелочей. Расстояние игрового инвентаря, друг от друга, материалы, из которых была сделана площадка, место, на котором она стоит и многое другое, предусмотрели все. Но главное – внимание, которое было оказано жителям этого двора. Ничего так не стоит дорого и не так дешево, как внимание ценится, как внимание к людям. Вот это внимание оказано к людям, а наш тем более дом, дом интеллигенции. И вот учредители, как сказать, этой площадки, это был наш, я его помню, столько лет назад маленьким бегал, а теперь вспомнил о нас и так украсил. И такое приятное сделает и взрослым, и детям. Спасибо большое. Эта площадка для нас большая радость, потому что вы сразу видите, что в первые дни, когда даже она была не открыта, дети сюда прибегали, уже другие площадки опустили. Нам очень нравится, да. Мы просто перебегаем с одного на другое, нам вот прям две секунды, там, две секунды здесь. Детям действительно очень нравится, поэтому мы очень рады и спасибо большое за эту площадку. Весь район просто вот, мы просто в восторге, спасибо. Здесь почти не было ничего, и вот тут много всяких интересных штук, на которых можно повеселиться. Тренажеры, на которых можно заняться спортом. Вот. Здесь есть, ну, площадки для детей, много где можно погулять. Долго тут ничего не было, мы много ходили в другие дворы, а теперь здесь много чего интересного. Открытие новой площадки стало настоящим праздником для маленьких жителей двора. Кроме тренажеров и аттракционов, для них был подготовлен еще один сюрприз – мороженые и игрушки. Каждый ребенок был в восторге. Но еще больше радости было у тех, кто инициировал и реализовал проект. Ведь дарить подарки намного приятнее, чем их получать. В городе над Буком проекты государственно-частного партнерства реализуются не первый раз. И уже есть результаты, а вместе с ними и планы на будущее. В городе Бресте у нас ведется планомерная работа по развитию таких детских площадок, игровых площадок, спортивных площадок на маленьких территориях, микрорайонах города Бреста. В рамках государственно-частного партнерства мы реализуем уже ряд таких проектов. Совместно с группой компаний «Санта» и «Савушкина продукта» мы реализовали проект в парке мира. Вы видели, что территория парка была разделена на несколько зон, где размещаются не только спортивные и игровые, а также зоны отдыха, зоны для самых маленьких. Также мы в рамках государственно-частного партнерства реализовали проект с банковскими учреждениями, где мы установили несколько детских площадок возле физкультурно-оздоровительного комплекса в детском городке Новоснецова на набережной микрорайоне Дубровка. Также совместно с Федерацией футбола мы реализуем ряд проектов по установке на школьных территориях именно спортивных площадок, именно для мини-футбола. Мы такие проекты уже реализовали с 20-й школи, в гимназии номер 6 города Бреста реализовали такой проект. На стадии завершения у нас такой проект в 24-й школе. И буквально сейчас, Александр Михайлович, перегорели, уже данный проект закладывается и в гимназии номер 4 города Бреста. Но пока во главу угла компания «Санта» ставит помощь тем, кому сейчас по-настоящему нелегко – медикам. Уважаемые уритет для нас сейчас – это помощь медикам. И мы вместе с облздравотделом решаем вопросы, которые возникают у наших областных и других больниц с точки зрения как раз помощи и борьбы с ковидом. Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, все надеются, что скоро пандемия закончится, а город будет дальше развиваться, будет становиться красивее и уютнее. Благодаря людям, искренне любящим Брест. Благодаря нам, Брещанам. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.